Всем привет! Я снова с вами, снова на моей кухне. И сегодня для вас я буду готовить на моей любимой ниндже, на моей старой боевой подруге, которая уже несколько лет, которая служит мне верой и правдой. Есть, конечно, несколько минусов в этом агрегате, но они не такие значительные по сравнению с тем, как она готовит. Самый главный минус – это вот эти вот сколы, вот эти вот царапины и трещины, которые появляются со временем. Кроме этого, все нормально, все хорошо работает, все замечательно готовится, поэтому я не собираюсь ее менять на другие, какие-то более продвинутые модели. Во всяком случае, ближайшие полгода, а там уже посмотрим. Но она на моей кухне занимает очень достойное место, и практически каждый день я что-то в ней готовлю. А сейчас давайте поговорим о том, что я буду сегодня готовить для вас и, конечно же, для моей семьи. Сегодня я буду готовить стейк антрикот. Стейк антрикот – это самый беспроигрышный вариант, для каждой семьи, для любого стола, и все его любят, и все его готовят по-своему. Сегодня я поделюсь с вами именно своим секретом приготовления этого стейка. Во-первых, когда я покупаю стейк, я смотрю, чтобы он был с прожилками, чтобы в нем была мраморность. Для чего? Для того, чтобы, когда он будет готовиться, эта мраморность разойдется по всему мясу, и он внутри будет очень сочным. Это во-первых. Во-вторых, перед тем, как я его начинаю готовить, я его оставляю вот в таком виде на столе примерно на час-полтора. Для чего? Я хочу, чтобы он дошел до комнатной температуры, и тогда легче нам будет достигнуть того результата прожарки, который мы хотели бы иметь на выходе этого блюда. И, допустим, этот стейк, эти стейки я буду готовить well done. Почему well done? Потому что мы любим, чтобы стейк был хорошо прожаренный. Мы не любим, когда внутри остается живое мясо, и поэтому мы стараемся его прожарить очень хорошо. Как я подготавливаю стейк к приготовлению? Во-первых, я его солю. Я его не мариную. Я его вот перед тем, как я его отправляю в нинджу, я его солю. Почему я это делаю? Потому что если я соленый стейк маринованный оставлю на какое-то время, вся вода из него выйдет, и это будет не очень хорошо. Он будет внутри сухой. А нам все-таки хочется, чтобы снаружи он был хорошо зажаренный, а внутри он был немножко такой как бы проваренный эффект. Вот это то, что мы сегодня будем пытаться добиться в приготовлении этих стейков. Что у нас есть? У нас есть вот такая вот крупная соль. И сейчас я ее открываю и солю наши стейки. Посолили с одной стороны. Сейчас я их посолю с другой стороны. Следующее, что я делаю, беру перец и перчу стеки. Перец очень хороший, свежемолотый. То же самое я делаю и с другой стороны. Очень душистый перец. Вот так вот с двух сторон. Я их обработаю оливковым маслом. Масло у меня очень хорошее. У меня друг его сам отжимает, сам готовит. Мы им очень часто пользуемся и очень довольны. Вот так мы обработали наши стеки. И сейчас давайте приступим к приготовлению их в ниндже. Будем готовить их в положении гриль. 260 градусов. Нажимаем старт для того, чтобы ниндже разогрелось. Это займет несколько минут. После того, как ниндже пропищала, мы ее открыли. Что я делаю? Я смазываю поверхность фланча луком. Хорошо смазываю, для того, чтобы у нас ничего к нему не прилипло. Сейчас я беру стеки и выкладываю на фланч. Вот таким образом. Закрываю. И начинаю готовить. Примерно это у нас будет происходить 10 минут. Но в процессе я несколько раз их обязательно открою и проверю, чтобы они у нас не пережарились. И еще надо их перевернуть обязательно, для того, чтобы прожарка была равномерной. Прошло чуть больше трех минут. Давайте откроем нинджу и посмотрим, что у нас внутри. Стеки хорошо прихватились. Я их перевернул. И продолжаю готовить. Прошло практически 6,5 минут после того, как мы начали готовить стеки. Я открываю нинджу. Вижу вот такую красивую картинку. Все нормально, все готовится. Все хорошо. Я опять их перевернул. Это уже второй раз. Закрываю нинджу. И жду еще примерно 3,5 минуты. 3,5 минуты пройдет. Мы откроем. Посмотрим, что у нас внутри. Если будет недостаточно, то мы добавим еще времени. Если будет достаточно, то мы поставим стеки в сторону. И начнем готовить следующую партию. Пока первая партия отдыхает. Вот такие красивые стеки получились. Давайте снимем пробу. Именно та прожарка, которую я хотел, у меня получилась. Сейчас сниму пробу и поделюсь с вами впечатлениями. Стек получился идеально. Мне очень понравился, очень вкусный. Я его готовлю не первый раз, и поэтому я уже отточил мастерство, как его правильно приготовить. Если вы приготовите его так же, как вы видели в моем ролике, я уверен, что вам это очень понравится. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Обязательно не забудьте поставить свой лайк, написать комментарий и подписаться на канал. Это очень помогает в его развитии. Всем пока, всем хороших выходных и замечательного настроения. До скорых встреч.